Привет! Так, у нас сегодня будет, ребят, тема «Зависимость от чужого мнения». Так, сейчас запустят эфир на ютубе и начнем пока как раз присоединяться, кто еще не присоединился. Не забывайте вопросы, пишите, у кого что нового, какие у вас, что нового произошло. Если кто-то здесь из закрытого клуба, расскажите, как по эфиру. У нас был в закрытом клубе эфир про секс, как влияет секс на нашу жизнь, как жизнь автонома меняется и как меняется сексуальное восприятие. «Зависимость от чужого мнения» «Зависимость от чужого мнения» это, наверное, такой же наркотик, как и многое. «Когда мы зависим от чужого мнения, мы, наверное, даже…» «Привет, Алёна» «Это, наверное, тот как раз момент, когда мы… нам очень удобно и очень приятно переложить ответственность себя на кого-то другого. pairs.. То есть, мы… Нам уже не нужно себя оценивать. Когда себя оцениваешь, нужно быть максимально честными. Когда себя оцениваешь, нужно оценивать по каким-то критериям. Чтобы оценить себя по каким-то критериям, нужно эти критерии как минимум сделать, как минимум создать. И это работа, это работа над собой Когда ты просто начинаешь смотреть, как тебя оценивают другие, иные То, как правило, даже сами того не замечая, мы начинаем подбирать тот круг людей Которых нам нравится оценка, наша оценка И не важно, правдивая она или нет Это именно то состояние, в котором нам комфортно Мы начинаем искать тот круг людей, в котором нам комфортно Мы начинаем искать тот круг людей, в котором нам комфортно Комфортно их мнение о нас И это уже, привет, Дашенька И это уже не про честность к самому себе Это уже про то, что ну и пусть я не хочу ни о чем думать, зато мне так будет комфортно Зависимость от чужого мнения Зависимость от чужого мнения, это, наверное, можно еще рассмотреть с другой стороны Когда мы не готовы по каким-то причинам искать в себе, пусть даже изъяны, которые нам нужно подтянуть Которые нам нужно усовершенствовать Это про то, что мы можем жить так, как мы живем А анализ и рефлексию своим действиям мы можем уже не делать Потому что это достаточно большое количество времени на это уходит Это как раз про то, что мы можем выслушать, что говорят иные другие про нас И принять то, что мы хотим принять и подкорректировать это Но не всегда мы корректируем то, что говорят вообще все про нас Мы даже это не распределяем, насколько это верное осуждение А мы просто берем из этого сухой остаток того, что нам нужно, что нам интересно, что нам понравилось Что мы готовы в себе поменять Либо в своей жизни Либо стремление формировать чужое мнение о себе Стремление формировать чужое мнение о себе Да, это действительно сейчас настолько актуально Формирование чужого мнения о себе Света, привет, я сегодня зашла на автономию Крутышка Мы все с тобой Формировать чужое мнение о себе Наверное, этим занято Большая половина человечества На сегодняшний день Как бы это прискорбно не было И да, мы действительно формируем Формируем то, чего нет в действительности Я даже могу сказать о себе Вот у меня на сегодняшний день У меня Может Еду домой, может успею, сейчас заскучился Давайте вам Если что Зайдешь с нами на прямой эфир На этой неделе в закрытом клубе Выйдешь спикера У меня для работы Мне нужно два Ну, как минимум два гаджета Чтобы у меня было И один из них уже Больше года у меня И он у меня выходит из строя И он у меня выходит из строя И я сейчас начинаю Смотреть, что бы я могла Себе приобрести И так как я много-много лет Уже очень много лет Сижу на айфонах Изначально я на них сидела Потому что я занималась бизнесом И мне было очень важно на тот момент Как я выгляжу перед другими И вот это вот статусное Что статус вот этого Статус вот этого Как ты одет На чем ты ездишь Какой у тебя офис В каком здании этот офис То есть это все настолько было важно На тот момент Да и сейчас это для многих важно Вот И с тех пор, когда вот у нас эти пошли айфоны Вот самые первые От самых первых айфонов Вот они у меня все время Вот айфоны, айфоны, айфоны И сейчас я понимаю Чтобы мне купить Еще один гаджет И купить айфон У меня Ну я бы так сказала Что У меня нет столько свободных денег Чтобы я могла Такую сумму потратить На этот айфон Но тем не менее Мне предлагают Вот есть вот такой гаджет Есть вот такой гаджет И я с ними не соглашаюсь И я начинаю в себе искать те моменты А я не соглашаюсь Почему? Потому что вот айфон Это какая-то статусность Или айфон Это то, к чему я привыкла Конечно я же Я вот по этим Смотрю У меня и андроид есть И я конечно смотрю По своему удобству Я в андроидах Очень плохо разбираюсь И именно поэтому Я хочу вот этот вот айфон Но Если я кому-то говорю Что мне на нем Проще Меня даже люди Иногда не понимают Они говорят Как проще Это просто потому Что всем затуманили мозги И я понимаю Вот этот момент Когда человек уже Себе не отдает отчет Что он действительно хочет Что действительно Тот человек может говорить Правду Для меня правда Новый какой-то гаджет Это для меня катастрофа Я не разбираюсь с ним Для меня чтобы Разобраться в чем-то В новом В каком-то В телефоне В компьютере В планшете В часах Это для меня Прямо целая история Которая Ну вообще Абсолютно Не моя И я очень счастлива Когда у меня Есть гаджеты И они работают И лучше бы Они работали Бесконечно И когда мне говорят Что нужно Переходить На этот Вот здесь Вот этого Больше Здесь Вот этого Больше Для меня Это правда Очень Проблематично И проблематично Я говорю Ну что вот это вот Такое Я вижу как человек это описывается с позиции престижности, с позиции мнения. Не своего мнения, а мнения того, кто каких-то, пусть даже экспертов в его жизни на данный момент. Я вижу позицию иного человека, который сопоставляет те факты, которые связаны с его жизненным опытом, не какими-то экспертами, а с его жизненным опытом. И он говорит, вот это, вот это, вот это. И это абсолютно два разных мнения, которые никак не могут совместиться. Никто никого не сможет перетянуть на свою сторону, пока не откинут все вот эти шаблонные вещи. Потому что каждое мнение, какое бы оно ни было, это всего лишь остаётся мнением. Это не факт, это не истина, это даже не опыт, это всегда будет мнение. И либо мы за это мнение цепляемся и продолжаем свою жизнь выстраивать на фоне этого мнения, либо мы это мнение начинаем от себя убирать и выстраивать именно те моменты своего жизненного пути, которые опираются только на наш опыт, на наши потребности и на наши возможности. Но этот путь, он не всем подходит. И это факт, такое есть. Лена Румянцев пишет. Мы же социальные существа, что-то связано с инстинктом. Если меня все отвергнут, остань, отвернутся, то я могу погибнуть. Смотри, Лен, тебя не могут отвергнуть в том случае, если ты сама себя не отвергнешь. Тебя могут отвергнуть и отвернуться абсолютно все только в том случае, если ты сама от себя отвернёшься. Если ты сама от себя не отвернулась, если ты сама себя принимаешь, принимаешь именно в статусе безусловности, то никто другой от тебя отвернуться уже априори не сможет, потому что все другие – это ты. Все другие, которые есть в твоей жизни, в твоём мире – это те люди, те аспекты, те… Вообще всё, что бы ни было, всё, что бы тебя не окружало – это то, что есть только в твоём мире, не в моём, не в их. Это всё есть только в твоём мире, и твой мир не может от тебя отвернуться, если ты не отвернулась от себя. Если ты отвернулась от себя, какая разница, кто от тебя отвернётся. Всё. Это полное непринятие, это полный ноль, это полное зеро, это ты падаешь в пропасть. Но и отсюда есть всегда выход. Когда ты падаешь в пропасть, если ты отдашься этому импульсу, если ты вот туда улетишь прямо вот досконально, то только там ты сможешь раствориться в том, чего ты не принимала. Если мы говорим как раз о том, что… То есть ты же этот вопрос задала не потому, что ты думаешь, что вдруг от тебя кто-то отвернётся. У тебя на сегодняшний день есть опасения, у тебя либо есть те люди, которые сейчас тебя не понимают, которые сейчас тебя не поддерживают, которые сейчас отворачиваются от тебя в каком-то аспекте, который для тебя на сегодняшний момент ценен и важен. И тебе это приносит боль. А боль в тебе это приносит не потому, что они от тебя отвернулись. А боль тебе приносит только лишь потому, что ты начинаешь своё состояние проецировать на них. А их нет, их не существует. Это всё нарисованные тобой люди в твоём мире. И если ты не обернёшь своё внимание внутрь себя, не посмотришь на себя и на эту ситуацию, если ты её не развернёшь лицом к себе и не разберёшь её, то тебе будет всегда больно от чего-либо непринятия. Потому что ты всегда будешь делать акцент на зеркале. Смотри, когда ты смотришь в зеркале и ты видишь, что у тебя прическа как-то вот что-то здесь торчит, что-то здесь там не так, как бы тебе хотелось, ты же не зеркало начинаешь поправлять, ты же начинаешь поправлять у себя в прическе, а в зеркале это отражается. И то же самое люди, которые тебя сейчас не поддерживают в каком-то твоём начинании, это ты себя не можешь до конца принять и до конца поддержать в этом своём начинании. И тебе от этого больно, потому что ты не хочешь вернуться к себе и понаблюдать за собой. Потому что как только мы начинаем наблюдать за собой, как только мы начинаем говорить себе те вещи, которые мы бы не хотели слышать, то у нас появляется иное восприятие вот этой ситуации, любой ситуации. И тогда мы чётко понимаем, что кто бы что ни говорил, это всего лишь зеркалит нас. Но опять же, ребят, нас может зеркалить, только очень сегодня удивило, когда коллега уверенно посоветовала то, что он знает. Уверенно посоветовал то, что он знает. Хотя по моему опыту слабо разбирается. Навязал своё мнение. Это, видимо, общая тенденция самоутверждения. Конечно. Конечно. Мы же за счёт этого утверждаемся. Но я сейчас объединяю, чтобы никому не говорить, что он тык. Чтобы не тыкать, мы всё равно все проходили через этот момент. Смотрите, если я чего-то не знаю, но мне вот очень хочется там показать себя, что вот я такой молодец, да, как мы можем это сказать на каком-то этапе своего саморазвития? Конечно, я как бы в определённый момент ты уже ничего не будешь доказывать. То есть это его жизнь. Он сам вправе выбирать. Он сам знает, что ему нужно. И он сам уже чётко будет давать себе отчёт, что он делает и для чего он делает. И ты туда не лезешь. Ты позволяешь всегда другому, иному человеку проживать свой собственный опыт. Ты настолько уже вырос, что ты не лезешь в чужую картину мира. Тебе достаточно своей. У тебя здесь много всего, чего ты хочешь дорисовать и прорисовать. И поэтому ты всегда позволяешь другому, кто бы он ни был, самостоятельно проживать его жизнь. Ты вокруг себя окружаешь тем контингентом людей, которых ты чётко понимаешь, что они достойные люди. А если они достойные, то значит, они вправе и могут самостоятельно, без твоего вмешательства, принять правильное решение. Как только ты начинаешь что-то кому-то советовать, ты сразу же себя искусственно ставишь на ступеньку выше их. И после того, как ты поставил себя на ступеньку выше их, ты им как бы свысока говоришь, эй, ребят, да вы что, я-то лучше знаю. Вы вообще ничего не знаете. Иди за мной. Я тебе сейчас покажу небо в алмазах. Да? И вот от этого всё идёт. Почему этот негатив начинается? Потому что человек, которого ты поставил искусственно на ступенечку ниже, чем себя, он на подсознании понимает, что ты ему не просто даёшь советы, а ты как бы говоришь, ты без меня не разберёшься. Я чётко знаю, что тебе надо. Я лучше знаю, что тебе нужно. И у него идёт агрессия. У него идёт агрессия, потому что он на подсознании понимает, что ты не принимаешь его как Личность. ты чётко себе даёшь понять, ты чётко ему даёшь понять, что он не дорос ещё до твоих самопознаний, до твоих решений, и что ему нужно помогать. Но самое, что интересно, что ты сам не удовлетворяешься. Когда ты ему даёшь какой-либо совет, неважно, выполняет он его или не выполняет, какой бы ты совет ему не дал, ты не испытываешь удовлетворения от того, что ты дал ему совет, потому что ты чётко понимаешь, что в твоём мире не остаётся таких же достойнейших и прекрасных людей, как ты. И тебе от этого становится грустно. А ты их сам начинаешь принижать. Не потому что они такие, а потому что ты по статусу, по уровню саморазвития ниже, либо на этой же ступеньке, либо ниже, чем тот человек, которого ты искусственно принизил. Ты как бы ему дал подножку, и пока тот подскользнулся, упал, ты быстренько встал на него, чтобы свой носик вытащить из болота. Искусственно. Ты не говоришь ему, что ты классный, ты молодец, ты без меня всё разберёшься, ты примешь абсолютно верное решение. Но мы не говорим про те случаи, когда вас просят помочь. Если вас попросили в чём-то помочь, значит, вы в этой области действительно эксперт, и вот это и замечательно. И вы чётко даёте совет тот, на который вас попросили. сейчас отвечу про зубы. это та же самая история, про которую мы с вами говорили, разбирали уже в каком-то эфире. это про то, что когда мы начинаем сравнивать, сравнения идут, да? Какие-либо. И как бы ты себя не сравнивал, например, там, себя сравниваешь с чем-то. Ну, ты чё? И когда ты начинаешь себя сравнивать с кем-то, либо с чем-то, то тогда получается, что если даже, например, ты себя сравниваешь, вот этот вот Петя, он хуже делает, чем я, вот это вот действие, какое бы то ни было. И когда ты его сравниваешь, у тебя нет удовлетворения, даже если ты выше его. Нет удовлетворения. Почему? Потому что ты всегда в голове у тебя крутится одно и то же, что сегодня я лучше, а завтра он будет лучше. И ты постоянно начинаешь быть в бегах. Ты постоянно начинаешь вот это вот себе. Надо быть лучше, а то вдруг он обгонит. Надо быть лучше, а то вдруг он обгонит. И ты не удовлетворяешься тем результатом, который есть у тебя на сегодняшний день, потому что ты его постоянно боишься потерять. Потерять то, чего нет. Потому что не может быть что-то лучше, что-то хуже. Просто есть факт. Просто по факту. Ты сейчас сделал какую-то вещь, просто по факту сделал лучше, чем он. И если бы ты просто принял этот факт, то ты бы расслабился и шел бы дальше своим осознанно и благостным путем к следующему своему уровню, к следующим своим познаниям и достижениям. Но как только ты начинаешь себя сравнивать, что не просто по факту, а просто начинаешь сравнивать, что я сделал лучше, все, твоя эмоциональная ступенька, она начинает вот такой вот быть. Она начинает шататься. Ты начинаешь постоянно быть в бегах, так, чтобы не стать завтра хуже, чем он. Ты не удовлетворяешься, даже если ты сейчас лучше. Если ты сейчас хуже, а там Валерий Павлович лучше, то что происходит с тобой? Ты тоже не удовлетворяешься, начинаешь бежать, потому что тебе нужно как минимум достичь его, а еще лучше обогнать. Ты не воспринимаешь это действие как факт. Просто на сегодняшний день он сделал вот это вот действие, и он сделал вот этот результат, у него превзошел мой результат. И это просто факт. Мы об этом очень часто забываем. И мы постоянно, вот эти вот перегонки жизненные, они нас просто изматывают. Это то же самое, что смотрите, вот Светлана, Ирина спросит, Светлана, автономию зубы разрушаются, пломбы выпадают? Благодарю. Вот смотрите, даже если я вам отвечу на этот вопрос, это же будут мои зубы. У меня будет вот так, у вас будет по-иному. Вот на сегодняшний день я вам могу сказать, что слава Богу, у меня не разрушаются зубы и не выпадают пломбы. У меня как бы пломб очень мало, мне просто генетически повезло с зубами. Но есть люди, у которых разрушаются зубы не только на автономии. Автономия – это то состояние, наверное, автономия – это автономное сознание, это не автономное сознание. Автономия – это не про ограничение, что с еды уйти на нееду. Автономия – это когда ты можешь есть годами, а можешь не есть годами. Не потому, что ты зачем-то гонишься, а потому, что в твоей жизни появляются иные вещи, и тебе не хочется заниматься едой. Но это нормально, когда тебе не хочется заниматься едой, потому что очень много неоткрываемую картину. Мне подарили картину по номерам. Уже как отец. Можешь ее сдать? Сейчас, есть секунду. Лови. Это же не от этого. То есть, автономия – это именно автономное сознание. И когда мы говорим, когда многие говорят про автономию, они предполагают, что автономия – это именно про не есть. И это именно про то, что вот вы можете есть годами, а вы можете не есть годами. Вот когда вы сможете не есть годами, это будет ваша автономия. Не потому, что вы из одного ограничения перескочили в другое, а потому, что вы и так можете, и так можете. Вот когда я дойду до двух лет в едине, то я тогда с огромным удовольствием скажу, что да, я автоном. Я могу есть, а могу не есть. То есть, я то, что там 40 дней, месяц, два, три – это длительное, наверное, длительное восстановление организма, я бы так это назвала даже. Я бы это не назвала автономией. А автономное сознание – это когда ты уже именно психологически переключаешься на то, что ты действительно можешь жить без еды. Не потому, что ты себя переборол, а потому, что ты уже сознанием понимаешь, что ты готов, ты можешь жить без еды. Тебе есть чем заняться. Тебе есть к чему стремиться. И когда ты в этом состоянии, то я не думаю, что начнётся что-то… Когда ты… Автономное сознание – оно иное. ты начинаешь формировать полностью всё своё пространство. И в твоём пространстве находится твоё тело, твой аватар, который ты тоже можешь формировать. Вот многие говорят, что на автономии, на неедении очень плохо растут волосы. очень медленно. Я хочу… Меня этот вариант не устраивает. Я хочу к лету, чтобы у меня были длинные волосы. Ну, чтобы они выросли, как бы, достаточно. Я даже не знаю, насколько. Я хочу это проверить на себе. не потому, что кто-то сказал, не потому, что ещё… Потому, что мне это хочется. И это я приравниваю к автономному сознанию, когда моё сознание будет наслаждаться длинными волосами. Если оно наслаждается у меня длинными волосами, почему у меня их не должно быть? Вот это про автономию, а не про то, что из одного ограничения мы скачем в другое ограничение. Да, и про то, почему именно зубы могут лететь. А именно зубы могут лететь, это… Что такое зубы? Зубы – это кость. Изначально у нас эта кость, она была вообще… Вот этот вот налёт у нас… Ну, как не налёт, а как называется? Эмаль. Эмаль. Эта эмаль изначально у нас она была очень тонкая. Если вы возьмёте какие-нибудь там другие старые факты… То есть я очень много ковырялась именно в том, что раньше было. Для меня очень важно, почему мы сейчас такие, почему у нас сейчас вот такое… Такое мировоззрение, почему у нас сейчас такая структура, почему у нас сейчас такое физическое тело, что изменилось, почему изменилось, как изменилось. Почему мы спокойно можем себе убрать какие-то органы либо накачать, почему мы можем спокойно себе сделать губы, почему мы спокойно себе можем нарастить ногти, почему мы спокойно себе можем нарастить волосы. Это же ненормально. То есть я понимаю, когда там, ну, выщипал бровки, да, там, какую-то придал форму, потому что, да, мы социальные, там убрал что-то, что-то лишнее там на руках, на ногах убрал. Как бы с этим я… Это я принимаю, это действительно так. Кто-то, кто любит краситься, там накрасил себе глазки, да, накрасил глазки, там, и кому-то это тоже хорошо, и это я тоже принимаю. Но когда мы начинаем себе что-то менять в себе, что-то операбельно, то есть мы не можем быть уже изначально счастливыми, мы изначально себя не принимаем, мы чётко понимаем, что мы не вписываемся в данный социальный критерий. И, а если этот социальный критерий будет иным, то есть, ну, представляете, вот мы сейчас очень много красивых девочек, и очень много прямо, но иногда на них смотришь, они просто одинаковые. Я действительно, вот иногда там листаешь, там какую-нибудь там ленту Инстаграма листаешь, и ты не понимаешь, почему один и тот же человек и там с какими-то разными заголовками, а это разные люди, оказывается. И настолько вот все одинаковы, но вот случится, вот что-нибудь случится, и вот они, например, поедут куда-нибудь в другую страну, в другой какой-нибудь, в другое территориальное социальное наполнение. И все, и что они там, вот им придется не просто так провести отпуск две недели, чтобы все там показывали на них пальцем, ой, смотри, у нее узкие носы, толстые губы, там или еще что-то. Вот, она там посмеется и скажет, ой, меня вот это, а если ее оставить на какое-то время, на длительное время, на год, на два, она же психологически, или он, этот человек вдруг просто психологически сломается. Он будет не такой, он не будет подходить в критерии, в эти социальные критерии красоты, которые есть на данный момент. Это все. Если вы себя не можете изначально принять, то как бы, ну, это вы, и нет ничего красивее того, с чем вы вообще изначально родились. Что-то себе подкорректировать, подрисовать, какую-то вот там причесочку сделать, как-то уложить, это да, это мы все равно, все равно как-то, где-то платьишко покрасивее, помоднее, где-то туфельки на каблучках, без каблучков, это да, это я принимаю, но когда уже начинается именно просто себя человек перекраивать, но это не норма, и это то же самое касается абсолютно всего, это про непринятие себя. И как раз мы начали с вами говорить, опять я ушла куда-то в сторону, когда мы начали с вами говорить про эмаль, которая у нас есть, у нас почему сейчас идет генетически плохие зубы, потому что изначально та эмаль, которая у нас есть, у каждого эмаль, она предрасполагалась к какому-либо виду, пусть даже еды, но на самом деле не еды, а климату. Каждая эмаль у нас предрасполагалась к определенному виду климата. То есть у меня изначально белая, то есть сама по себе эмаль, она предназначалась к жаркому климату. Более желтая эмаль, она предрасполагалась, это неплохие зубы, это желтые эмали, это которые к холодному климату предрасполагались люди, с такими зубами. Что зубы делали? Изначально они как бы не для того были, чтобы что-то грызть, постоянно пережевывать, там еще что-то. Ну то есть в писаниях этого особо нет, что там зубы нужны для того, чтобы грызть. А именно для того, что это же кость, и там все нервные окончания. Вот у кого зубы болели, те знают, что когда болит зуб, это ни с чем не сравнимое ощущение. Я, у меня один раз в жизни болел зуб. Слава Богу, что это было один раз в жизни, но я это запомнила на всю жизнь. И то мне сказали, у тебя никогда не болел зуб, так как там у кого-то там были. Мне этого хватило, поверьте. Вот. Мне одного раза в 16 лет у меня это было. Я запомнила это на всю жизнь. Тогда не было платных клиник, и я ждала до утра, чтобы пойти, и чтобы мне там вот поставили вот эту вот пломбу. Это пломба, которая там через какое-то время, не знаю, что с ней было. Не важно. И на зубах у нас зубы – это нервные окончания. И как раз раньше изначально зубы, они нужны были как наш приёмник, как наш термометр, потому что люди с жёлтыми зубами, с жёлтой эмалью, когда они выходили из своего какого-то убежища, ну, как убежища, жилья, так скажем, да, вот, они зубами, это есть в литературе, можете посмотреть, это как бы не мои придумки. Они зубами определяли, какая сейчас температура, какая сейчас погода. И погоду они определяли не для того, чтобы взять зонтик, либо не взять зонтик, а определяли для того, на какую охоту им пойти. То есть, вот, например, там дождливая погода, ну, например, там такая-то рыба на поверхности плавает, там сухая погода, например, там такое-то животное бегает, там или ещё что-то. То есть, это нужно было для этого, не для того, чтобы постоянно жевать, а у нас весь наш организм, он изначально был сделан для того, чтобы мы могли себя сориентировать в данной местности. И почему жёлтая эмаль в холодное время года? Потому что она более прочная. У людей с жёлтой эмалью, они, как правило, зубы более прочные. Ну, по крайней мере, раньше были. И она более прочная, она более толстая. Для холодного климата это были идеальные зубы. Для тёплого климата, когда практически не было особых перепадов, тепло и летом, и зимой, у них была более тонкая эмаль, белая эмаль. И это всё зависело от того, где, в каком климате мы живём. Вот от этого зависело. Поэтому про... Глося, Светлана, милая, вы лучик света в тёмном царстве. Безумно рада видеть вас снова. Спасибо большое, Глося. Не хочется заниматься страданиями, не хочется заниматься болезнями, не хочется заниматься грустью. Ребят, так мы этим постоянно занимаемся. Я вас от этого и увожу. Я вам про это и говорю, что именно на марафонах на всех. Почему я многие вещи, ещё раз повторюсь, пусть некоторые мне опять закидают камнями и будут говорить, что опять она тут рекламирует. Я рекламирую марафоны не потому, что это марафоны, а потому, что некоторые вещи я не могу рассказывать в открытом доступе. Не все люди к этому готовы. И именно в марафонах мы более глубоко, в марафоне возможностей меня мы более глубоко прорабатываем тело, более глубоко прорабатываем свой аватар, чтобы почувствовать себя. И именно те вещи, которые... которые от нас скрыты, которые не всегда есть возможность рассказывать на большую публику, я рассказываю на этих марафонах. Всё, что касаемо депривации сна, это то, про что мы говорим, волшебство. Вот это волшебство, я с ребятами, мы его проговариваем, и мы выходим как раз на практики этого волшебства. И они понимают, что это волшебство, не волшебство, это наши базовые настройки. Именно про это я говорю. То же самое, что и с марафоном, марафон стройности. Когда мы понимаем, что не еда вообще руководит нашим телом, а наша голова, то начинается просто вот этот вот сбой программы. И это тоже я не могу вынести на общее обозрение, потому что всё равно там идёт индивидуальная работа, там всё равно идёт маленькие группы, и каждый рассказывает о своём. Марафон желаний. Марафон желаний, когда мы начинаем разбирать желания, мы чётко понимаем, вот мы пишем, пишем желания, мы там, о, вот это хочу, вот это. Мы начинаем разбирать. Не хочет этого человек, но человек боится себе признаться в своём желании, не потому что ему страшно от этого желания, а потому что в социальные нормы не входит это желание. Оно неудобное. Оно неудобное для него, оно неудобное для социума, оно неудобное для окружения. Он не хочет быть в этом желании, он не понимает, как в своей истинности быть. И это про марафон желаний, когда мы начинаем опять же приходить к самому себе. Вот смотрите, мы настолько себя не любим, мы настолько не любим свои тела, что мы идём даже в тот же спортзал, вот как мне, каждый мой марафон – это моё открытие, это не только ваше открытие, это моё открытие. И как раз мне Нелла сказала, она говорит, я действительно, я поняла, что такое, что такое про не любить себя. Вот смотрите, ребят, мы когда идём в спортзал, мы идём в спортзал не из-за любви к своему телу. Почему многие не могут так долго достичь этого результата, того, который есть на картинке? Мы идём в спортзал из-за нелюбви к своему телу, мы начинаем его дальше не любить и насиловать. Понимаете, в чём разница? Одно дело, когда ты идёшь из любви к своему телу, начинаешь делать какие-то практики, то, что тебя расслабляет, то, что даёт тебе энергии, то, что даёт тебе благость во всём твоём теле, то, что даёт тебе новые самопознания. Вот это любовь к своему телу. А когда ты идёшь и начинаешь себя насиловать, просто потому что у тебя живот торчит, и попа не такая, как должно быть по критериям, и ты начинаешь до одури приседать, а потом стоишь, смотришь и думаешь, ну, блин, чё-то не то. Это потому, что ты себя дальше начинаешь, ты дальше своё тело начинаешь не принимать ещё больше. И мало того, что ты сначала его головой не принимала, потом ты его начинаешь физически не принимать, своё тело, и потом тебе начинают вот это вот отдача. Почему так много спортсменов больных? Да просто потому, что вот эти вот зажимы, им больше некуда выйти. Ты не любишь своё тело. Как им ещё дать сигнал? Стал мало, иногда есть. Ногти и волосы шикарно начали расти. Всё отлично. Я с вами. Так, Лена Румянцева. Откуда этот срок 2 года взялся? Это ниоткуда не взялся, это просто я. Я изначально думала, что человек за 6 месяцев, я очищусь. Сначала я думала, что я за 2 месяца спокойно очищусь, потом думаю, ну как бы, нет, наверное, за месяца 4. Потом я думала, за 6 месяцев. А сейчас я чётко понимаю, что это, наверное, года 2 будет. Это не факт. Может быть, я через 2 года что-то новое узнаю. Я сейчас себе, я всем показывала в сторис, я сейчас себе, мне пришли гвозди. Но немножко не такие, как я хотела всё-таки. Потому что я же сначала заказала, потом начала всё смотреть, какие они должны быть. Немножечко плохо они оцинкованы. Ну, в любом случае, как бы это не про это вопрос. Вот. И вот мне жутко захотелось, да, вот их, вот сколько вот времени сейчас прошло, вот мне кажется, что вот я, причём чем дальше я иду, тем больше я понимаю, что я себя всё больше и больше не знаю. Что я всё больше и больше не знаю всё, что происходит вокруг. Это действительно, это такие ощущения, что как будто ты идёшь не наверх, а как будто ты идёшь вниз. Но идя вниз, ты как будто бы видишь всё, что перед тобой начинает открываться. Не сверху, а снизу. Вот оно просто начинает открываться. Но ты понимаешь, что ты идёшь вниз. Ты столько всего ещё не знаешь. Может быть, будет какой-то подъём, может быть, ещё что-то. Но вот это вот самопознание тела, оно просто зашкаливает. То есть я заказала вот эти гвозди. Я никогда не любила йогу, я никогда не любила всякие вот эти практики. Сейчас меня Настя со своими практиками, она просто меня уводит в иное состояние, потому что мне очень нравится. Вот она сейчас открыла свой закрытый клуб. И она там будет делать свои практики. Мне они очень зашли, мне очень понравилось. И я себе взяла вот эти, заказала гвозди. У меня ещё очень мало получается стоять, потому что у меня мало получается стоять. я не могу, ну, может быть, сосредоточиться, не могу, может быть, у меня времени пока мало. Но я каждый день на них становлюсь. То есть они у меня сегодня, вот в третий день они у меня, вот, я становлюсь не так намного. Но я понимаю, что когда я на них становлюсь, у меня не боль идёт от ног. У меня начинается от ног идти иное состояние, как будто у меня изнутри начинает что-то как... не расти, а как будто у меня вот внутри начинается как какой-то новый росток жизни. И он начинает болезненно расти. Но это иная боль, это не боль. Это именно не столько физическая боль, сколько вот она, я даже не могу её описать. И я понимаю, что вот это... Я через такое время своего состояния пришла вот к этому. А через... Что со мной будет через два года? К чему я ещё захочу прийти? Что я ещё захочу? Что моё тело ещё захочет на себе? Не том, что проверить, это грубое слово, а познать, наверное, да? Вот это вот познать, потому что оно настолько... настолько оно глобальное, что мы даже этого не понимаем. И я сейчас понимаю, когда люди говорят там, вот я вот эту практику делал, я вот это... Я раньше думал, какая ерунда, какой бред. А сейчас думаю, что это, наверное, классно, потому что это иные эмоции, которые... Каждая твоя эмоция в ином состоянии, она тебя выводит в какой-то космос, она тебя выводит как... в другую плотность. И ты каждый раз понимаешь, ты каждый раз осознаёшь, ты каждый раз можешь взять ту информацию, которой нет в этой плотности, на этом уровне. И это чудесное состояние. То есть это всё о принятиях семих себя. Да, безусловно. Но чтобы себя принять, нужно сначала посмотреть какое-то... какое-то ничтожество. Как бы это грубо не звучало, это действительно так. Сначала должен себя принять вот именно вот полным нулём. даже не нулём, а минусом. И после того, как тебе будет кайфово, не то, что принять как бы... Ну, хорошо, я себя принимаю полным нулём. Ты не принимаешь себя. Это просто ерунда какая-то. А когда ты начинаешь кайфовать от себя, от такого... гнусного, противного, тупого, не знаю, некрасивого, хоть какого, и начинаешь просто... какой-то у тебя переключается, просто начинаешь кайфовать от того, что ты вот такой вот. Всё. И тогда у тебя начинается, начинает крутить маховик в другую сторону, в иную сторону. И у тебя вот эта вот честность, тебе уже тогда... Когда ты себя принял вот таким вот ничтожеством, тебе больше ничего не страшно. В тебе не остаётся лжи. Она тебе больше не нужна. Ложь – это всегда ширма. Это всегда прикрытие чего-либо. И когда ты себя признаёшь и начинаешь любить ничтожеством, тебе больше нечего прикрываться, ты уже ноль, ты уже минус. В тебе не остаётся лжи. Ты идёшь, только обрастая правдой и истиной. И тогда у тебя начинается истинное принятие всего прекрасного. Только потом у тебя начинает вот так вот выворачиваться и раскрываться это прекрасное. И все вокруг начинают быть прекрасными. И все вокруг начинают тебя... К тебе относиться истинно, без лжи, потому что в тебе лжи не остаётся. Ты становишься абсолютно открытым и честным. Нечего тебе больше скрывать. В тебе нет тех моментов, которые бы ты захотел скрыть. Ты всё уже, ты всё плохое вывернул наружу. Всё. Машовлька, привет. Сергей Денинг. Обезьянка в своей стае все похожи. А я бы принял все женские бздыки попуасности. Если бы, выйдя замуж, они охладевали к изменениям себя и внешности. Милит люди, а не обезьяны. Ну, так я поэтому и говорю, что есть какие-то критерии, то есть я же говорю, что можно где-то причесочку сделать, глазки подкрасить, там, бровки выщипать, там, ну, вот какие-то такие. Но уже, когда идёт перепрошивание себя, то это уже именно про неприятие, про непринятие себя. Придумал себе спортивное занятие, которое люблю, мечтал о нём в детстве, люблю тело, оно меня радует, быстро само тело трансформируется в очень приятное мне. Да. А мало это сколько? А про что? Поздно. Вик, напиши про что, мало это сколько. Виктория, четыре дня в неделю кушаю. Так, Евгения, я о гвоздях спросила Света. Мало по времени стою сколько? Если стою, то на сегодняшний день максимально вот за эти три дня я смогла встать на четыре минуты. У меня пока больше не получается. Четыре минуты. Вот. И после, наверное, второй минуты где-то вот это вот после второй, после третьей минуты наверное где-то вот этот вот космос начинается. Но он всё равно у меня ещё пока такой вот нервозный. А вот эти четыре минуты вот эта боль, она иная. И даже я поймала себя на тех ощущениях, что я бы не спешила, чтобы она прям резко заканчивалась, эта боль. Она именно трансформирующая. да, трансформирующаяся. вопросик. Всё. У меня вопрос. Так, Даниэля, Света, а есть доказательства твоей теории про спорт, зал и по питанию? Мне действительно хочется тебя понять, честно. Мне 62 года, а любознательности носят до бесконечности. А доказательства чего? Доказательства, что вы любите либо не любите своё тело, но это вы можете только сами, сами себя просканировать, насколько это доказательства, доказательства какой-то моей теории. я же не доказываю, я же не веду вас, что говорю, что моя теория самая не на есть, что правильная. Я же её вообще никому не доказываю. Я просто рассказываю о своём опыте, о своих мыслях и о своём, то, что мне приходит, о своих каких-то осознаниях. Они могут вам вообще не резонировать. Но это как это доказать? Это никак не доказать. это нужно проверять на себе. Ну вот, ну как вот я вам докажу, что вот гвозди вот на меня вот так влияют? Вы только можете сами проверить, став на эти гвозди. Как я вам докажу, что спорт так влияет? Вы только можете пойти вот на сегодняшний день пойти, потому что вы не принимаете в себе что-то там, ну, например, ну, хоть что не принимаете в своём теле и пойти начать, качать это. И сколько у вас будет уходить на это сил и энергии? Сколько вашего времени будет уходить на это? А можете в какой-то благости найти для себя зарядку, вот как я сейчас нашла вот по Насте, может быть, потом и на йогу переброшусь? И для меня это я не занимаюсь, понимаете? То есть, когда я ходила в зал, вот нехотя, потому что, ну, надо, потому что это спорт, потому что это красивое тело, это обязательно. Я всё время ходила в залы. И занималась я бывала и по пять, и по шесть раз в неделю в зале. То есть, для меня это было как бы норма. Но я туда ходила, потому что надо, потому что нужно тело подкорректировать, потому что нужно то постоянно что-то корректировать, постоянно чем-то была недовольна. постоянно я себе выкраивала в ежедневнике время, что мне нужно вот это вот сделать. А сейчас у меня этого нет. Я не делаю зарядку по времени, я делаю зарядку по состоянию. То есть, я захотела, я некоторые упражнения естественно запомнила. Вот я понимаю, что я захотела что-то делать. Я раз, делала два, три упражнения. Потом я понимаю, что вот у меня есть время, мне хочется для своего тела какую-нибудь радость. Для меня это радость. Это иное состояние. Это и состояние радости. Я включила в записи, ну вот я сейчас просто на Настю ориентируюсь, потому что, ну мне правда зашла эта зарядка. Я включила в записи Настю, и я сделала с ней зарядку. И для меня это кайф. То есть, у меня это не запланировано. Это не потому, что мне надо, а потому, что мне захотелось. И как поведет, и как отреагирует на эту зарядку тела, будет ли оно как-то по-иному вырисовываться, либо не будет. Я об этом не думаю. Я думаю о том, что какое удовольствие я получила. А моё тело обязательно откликнется. И у вас точно так же будет, и у каждого. Вот в этом я уверена. Но доказательства как доказательства. Вы можете себя измерить там либо как-то перед спортзалом, потом перед тем занятием, которое вам нравится. Наверное, так. Я не знаю, про какие доказательства. Про доказательства это про доказательства это про контроль. Контроля не существует. Всё, что идёт доказательства, всё, что идёт контроль, это пустая трата времени, причём, в первую очередь, вашего. Поэтому вот всё, что я могу, я вам рассказываю. Всё, что я могу, я вам говорю. Всё остальное это не для того, чтобы вы мне поверили. Это для того, что если вас где-то зацепило, чтобы вы начали проверять на себе. Если вам это срезонировало и вы хотите, например, там, достичь того же или понимаете, что да, мне вот это тоже бы понравилось. Только для этого. У меня с музыкой дольше получается на гвоздях, а вот если сосредоточиться на себе и тоже максимум 4 минуты получается, у меня тоже на гвоздях. прикольно. А какие у тебя гвозди, Вик? Я сейчас такой гвозделюб. Какие гвозди? Какой шаг? Привет, крутая девушка. Привет. Да, управлять своей энергией, уметь это делать, это не так-то легко. Точно. Хочется уйти с еды, но вижу, насколько я не готов за последние, за последствия бояться этого ответственности. Да, это очень сложно. Об этом никто не говорил, что это легко. Это работа постоянная над собой. Это не разовая. То есть, ребят, я еще раз говорю, я же много в эфирах говорю, много говорю, сколько, чего, когда я начинала. Мне вчера задали вопрос, ну вот ты вот так быстро, вот некоторые вот рассказывают, что они там по столько-то лет переходили, а ты так быстро перешла. Ребят, я не быстро перешла, я в этой теме, во-первых, 8 лет на сегодняшний день, плюс-минус, там с какими-то уходами на длительную еду, причем уходами на мясо, всякое было. И в такой вот прямо в жесткой практике я 3 года, то есть, это у меня не сразу, не одномоментно. Нет, ни в коем случае. То есть, я к этому шла достаточно тоже так долго. Я просто поняла, что мой организм, у меня, видите, я же еще на болезни. мой организм не воспринял еду уже никак. То есть, я все равно, сколько бы я ни поела, из-за того, что у меня гормональной терапии атрофировались мышцы, именно диафрагмы уже, если мы говорим про астму, то что бы я ни поела, какой бы еды я ни поела, у меня все равно начинается затрудненное дыхание. И меня просто физика потихонечку начала выталкивать, выталкивать, выталкивать состояние еды. И все. Может быть, потом мои мышцы окрепнут. И может быть, потом через год, через два я захочу, может быть, начать кушать. Я не знаю, пока во мне много неизведанного. Оно превалирует над едой. Поэтому сейчас вот я просто рассказываю о своих состояниях. Может быть, у кого-то будет похожее. Может быть, кто-то, как все же идут своим путем. Просто я рассказываю то, что есть. И я рассказываю, наверное, как-то стараюсь на бытовом уровне это рассказать, чтобы каждый мог заследить не вот эту вот философию философствования, а именно те аспекты, которые происходят с ним, чтобы они могли, что да, вот этого бояться не надо, такое бывает. Да, вот это вот есть. И это действительно у меня то же самое было. Значит, такой я не один. Вот как-то вот на бытовом уровне пытаюсь вам донести, чтобы вы вот из каких-то вот обычных вещей не боялись, чтобы обязательно прислушивались к своему телу. Сергей, спасибо, я понял, не показывай, развивайся, это круто. Мне тебя, молодой человек, посоветовал посмотреть. Очень был благодарен, очень был бы благодарен за общение по WhatsApp. Есть шансы у меня? Пока могу сказать, что на этой неделе точно нет шансов, потому что у меня расписаны. У меня сейчас очень много индивидуальных марафонов, чему я очень рада, потому что мне правда кайфово, когда могу какую-то частичку себе передать. Шаг 07, гвозди на резиновом коврике. Давно еще купила. О, я таких даже не видела. Прикольно. У меня шаг 10, динамические, которые такие динамические гвоздики, это которые встаешь, вот у тебя есть стопа, да, вот, и она, ну, как бы вся одинаковая, а есть болевые точки, вот эти вот болевые точки, когда есть какие-то зажимы в теле, у нас же еще на ножках всякие точки, там, уши, глаза, почки, печень, все что угодно. Если что-то болит, если какая-то болевая точка, вот это вот что-то зажато, то она как бы вот так вот собирается мыши, вот эта вот мышечная вот точка, она собирается вот такой вот в комочек, и когда она в комочек собирается, как бы подушечка вся такая, и в комочек собирается, она как бы уплотняется, и немножечко туда, вглубленная, то есть глазом это не посмотреть, и когда стоешь на динамические гвозди, то получается под своим дыханием, потому что ты же не стоишь в одном этом режиме, ты же немножечко начинаешь все равно где-то качает, где-то ты дышишь, где-то еще что-то там, и вот когда ты стоишь на динамических гвоздях, они ищут эту болевую точку, и так как она немножечко сжата, и вот немножечко вот так вот она вверх идет, вот этот гвоздик находит эту болевую точку, и в нее упирается, и поэтому пишут, что к динамическим гвоздям невозможно привыкнуть, именно поэтому я себе их взяла, вот, поэтому насколько это правда, буду проверять, пока не знаю, ребят, мы с вами час проболтали, я вам очень признательна, я вас всех люблю, всех обнимаю крепко-крепко-крепко, очень рада, что вы со мной на эфирах, присоединяйтесь в марафоны, там у нас будет с вами более тесное общение, где мы там будем на всякие каверзные темы разговаривать, и будем искать себя, у кого нет возможности, присоединяйтесь в клуб, и присоединяйтесь в клуб, и с 22-го числа у нас там запустится опять марафон по еде, вот, чтобы уйти от еды, естественно, с поддержкой круглосуточной, потому что у нас ребята вообще просто огонь, кто там есть, это просто подобрались, мне кажется, все лучшие, лучшие из лучших, все у меня, вот, поэтому всех жду, ребят, и с огромным удовольствием, да, сначала гвозди были для меня преодолением, потом расслаблением, потом расширением, пока эта практика у меня на паузе, да, Дашуль, давай возвращайся на гвозди, будем с тобой переписываться по гвоздям, люблю Екатеринбург, люблю всех, все, ребятки, спасибо, завершаю эфир, чтобы вас сохранить, спасибо огромное, спасибо, спасибо, спасибо,